Компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила о строительстве собственной космической станции. Сервис проката Hertz заказал 100 тысяч электромобилей Tesla Model 3. Японцы представили тяжелый летающий байк. Wildberries начала тестировать дроны для доставки заказов в труднодоступные места. Обо всем этом подробнее далее. Не забывайте подписываться на канал, досматривайте это видео до конца. Давайте начинать! Blue Origin, аэрокосмическая компания по организации космического туризма, основанная миллиардером Джеффом Безосом, объявила о партнерстве с компаниями Sierra Space и Boeing. Они планируют построить и запустить коммерческую космическую станцию, которая будет называться Orbital Reef. Проект задуман для привлечения различных рынков в космос. И он предоставит любому желающему возможность получить свой собственный офис на орбите. Orbital Reef будет рассчитана на 10 человек и будет действовать как бизнес-парк многофункционального использования. На борту станции будут одновременно вестись различные виды бизнеса и деятельности. Orbital Reef, например, будет идеально подходить для съемок фильмов в условиях невесомости, а также для проведения важных исследований и даже предусматривает космический отель. Для реализации этих смелых целей Blue Origin работает над созданием многофункциональной станции со многими организациями, включая университет штата Аризона и компанию Redwire Space. Еще одна компания, Genesis Engineering, разрабатывает космический челнок для одного человека, который позволит астронавтам, находящимся на борту станции, совершать выходы в открытый космос, избавляя от необходимости надевать скафандр. Сервис проката автомобиля Hertz заказал у компании Tesla сразу 100 тысяч электромобилей на сумму 4,2 миллиарда долларов. Первые брендированные экземпляры Tesla Model 3 можно будет взять на прокат в крупнейших городах США и Европы. Причем это сделать вы уже сможете в ноябре текущего года. По контракту все электромобили должны быть поставлены заказчику до конца 2022 года, то есть в ближайшие 14 месяцев. В результате прокатный сервис получит в свое распоряжение крупнейший в Северной Америке и один из крупнейших в мире автопарк электромобилей. А для Tesla эта сделка станет крупнейшей в истории одномоментной покупкой. Японский стартап ALI Technologies представил и начал принимать заказы на летающий байк X-Turismo. Аппарат весом 300 килограммов может нести одного пассажира в течение 40 минут на скорости до 100 километров в час. Цена вопроса более полумиллиона долларов США. В продаже новинка появится в первой половине следующего года. Ховербайк в основном работает от двигателей внутреннего сгорания, которые обслуживают два больших несущих пропеллера байка. За счет этого достигается внушительная для летающих мотоциклов длительность полета – целых 40 минут. Тогда как чисто электрические летающие байки могут продержаться в воздухе порядка 20 минут. Предложенная автономность открывает подобным транспортным средствам путь в отряды спасателей, например, на море, а не только для развлечения богатых энтузиастов. Стоимость X-Turismo для предварительного заказа составляет 77,7 миллионов йен, что примерно эквивалентно почти 700 тысячам долларов. Поставки ховербайков по сделанным заказам начнутся в первой половине следующего года. В год компания может собирать до 200 таких аппаратов. Российский онлайн-магазин Wildberries первым среди отечественных ритейлеров начал тестировать летающие дроны для доставки малогабаритных заказов. Беспилотники планируются в будущем применять в труднодоступных районах страны, но пока что они тестируются на площадках компании. Wildberries протестирует использование аккумуляторных дронов на электрической тяге, а также моделей на бензиновых двигателях. Речь идет о китайских дронах Autoflight V400 Albatross с размахом крыльев в 4,5 метра. Полезная нагрузка устройств в составе до 200 килограммов, а максимальная дальность полета до 300 километров. При этом доставлять планируют только малогабаритные грузы. На данный момент тестирование дронов проходит в Московской области, а позже будет запущено в Татарстане. Компания также отметила, что при доставке дронам она уменьшает объем упаковки, необходимой для транспортировки товара. Кроме этого, электрические дроны помогут снизить углеродный след. Сроки полномасштабного запуска такой доставки не называются. HT Aero подразделение китайской автокомпании Xpeng, выпускающее электромобили, представило рендер летающего гиперкара. Напоминающий Bugatti, автомобиль с двумя огромными складывающимися куда-то в салон пропеллерами, будет способен передвигаться по дорогам и по воздуху. Разработчики обещают наладить производство подобной машины в 2024 году. Внешне новый VTOL с прозрачной крышей и широкими колесами похож на смесь Bugatti Kiron и пылесоса Dyson. И это еще до того, как он расправил крылья. Нажатием кнопки из хвостовой части машины появляются два огромных ротора противоположного вращения, с помощью которых достигается полный контроль над креном, рысканьем и тангажом. Предполагается, что благодаря размеру лопастей, двух винтов хватит, чтобы поднять в воздух полноценный автомобиль. Будем надеяться, что к 2024 году появится больше технических подробностей. Ну а пока это все напоминает шутку инженеров и дизайнеров Xpeng. Наши новости подошли к концу. Я благодарю вас, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте своих лайков, обязательно подписывайтесь на канал и делитесь им с друзьями. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски и оставляйте комментарий внизу под видео. По ссылкам в описании вы найдете все наши полезные ресурсы. Ну а на этом я буду с вами прощаться. С вами был, как всегда, Андрей. Благодарю вас за поддержку и обратную связь. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok